всех приветствую на канале дороги илюшин приглашаю прокатиться сегодня по улицам рабочего поселка новые бурасы 22 июля 2023 года поехали посмотрим как это было и сейчас немножко дал вам информации взял из микипедии прочитаю если кто не хочет искать но вы пока смотрите такие улицы ремонтируется и как вообще за обстановка на данный момент в этом поселке новые бурасы поселок городского типа административный центр новобурасского районного саратовской области россии расположен на севере области у истоков река малая нагреться население 5796 человек на 2001 21 год если верить википедии история небольшая села новобурас основу основали в 1777 году жители за бурасской слободы ныне всего старые бурасы на 1859 году села впервые упоминается в списках населенных мест саратовской губернии теле насчитывалось 539 дворов с населением 3000 целых десятых тысяч человек в 1 1886 году рядом с новым бурасами в 10 километрах прошла железнодорожная ветка от карска-вольска была заложена железнодорожная станция бурасы название отражало местоположение станции между старыми и новыми бурасами на 1917 году новых бурасах насчитывали 1216 дворов действовал церковь три школы церковно-приходская земская и министерская почтовая контора ветеринарной больницы 24 июля 1928 года на базе восьми ближайших властей новобурасской тепловской лоховской гримячинской путинской ключевской марина ваш минской и варшанск создается новобурасский район с центром вселенной бурасы на 1932 1933 годах сего и район сильно пострадали от голода охвативши тогда все положит 23 февраля на 1968 года сего новобураса решением облсполкона был преобразован в поселок городского типа вот такая небольшая информация улицы так немного улиц все не будут перечислять проедем по некоторым продолжать то есть вот дороги смотрим вот центр поселка заехали мы как сказать в то время когда идет строительство когда она закончится когда поставить бордюры будет явно другой улучшенный вид но пока так мы ехали всего лох кто смотрел предыдущий сюжет я показал от дорога трасса r228 до родище воронцовку и тепловку до новых бурас теперь показывает по поселку проехали решил посмотрел на каждую ну по кругу может сначала проеду по всему поселку и потом стану где-нибудь в центре здесь и посмотрим на площадь как обычно памятнику павших великой отечественной войне пройдемся ну что-то пошло как обычный так ремонт есть ремонт и вам скажу сейчас мы выйдем на улицу дорожную доедем где я хотел повернуть а там даже шла работа выходной день кипела пришлось развернуться вперед забегаю и пройтись по площади да вот ехали первая часть показал этого от этого дня часа вторая часть третья часть будет у нас кто хочет смотреть всего лох еще не монтировал посмотрю как там все это сделано прогулялись фотография видео это будет следующий сюжет и 3 4 сюжета попробовать швырёвки развязки в сторону аэропорт гадарин через дубки тоже давно там не показывал посмотрим как там состояние дорог и как проехать здесь продолжаем движение ни разу не был вот от слова в нового раз к базару карбулаки был болта и проезжал болтай там объект был когда-то работал сдавал строительство новых бурас их сторону в это никогда не поворачивал тепловку заезжали на рыбалку ну всегда в жизни что-то первый раз и как всегда говорил ютюбер у тебя в одноклассник контакта дзен яндексе выкладывать данный сюжет смотрите подписывайтесь пишите читаю отвечаю кому как удобно все как обычно да вот походу прошлом году тротуаров много не нравится освещением но тротуаров много видел камеры не за передаст это не передаст увидите или нет стадион дети играли футбол все это сделано классно у нас такого не было это когда мы играли в футбол лужи грязь а там покрытие у них специальные закрытый мячик не вылетает там они в баскетбол играли кто-то отлично везде так должно быть во всех районах центрах минимум потому что к детям мы ходить играть не туда мы отходили к волынский кто помнит футбол играли и в школьном дворе но он был маленький он был там сейчас тоже сделать хороший стадиончик школьный третья школа на 3 и стадион был где сейчас дворец культуры где площадь победы там мы играли футбол пенали и летел мячик на дорогу на советскую где дом будет а был и проезжали машина идеальная мячики лопались они ну как-то так вопрос помню а здесь мы вот проедем дальше закончится лобу раз и смотрю куда-то мы не туда попали я ехал без навигации дом но увижу поворот новые бороться закончились завернулся вот перекресток который ремонтирует решил проект но понял что ну зачем суваться мешать людям работать там работа кипела от души то есть вот и по этой дороге можно было выехать на энтузиастов за заводскую и вернуться обратно я хотел в эту центр или на кирпичную хотел тоже завернуть но много было планки посмотрел как он прокатиться по кругу посмотреть побольше в итоге получилось как обычно пришлось развернуться и вот вам другой ракурс по показываю может отсюда красота с этого ракурса можно увидеть будет вот новый брас опять начинается стадион про которое говорил до машин тут заворачивать куда-то едут не закалывать может тут повернем я думал как тут идет строительство везде и проезжать и выезжать как тут не знаю не решился я решился просто ехать как приехал я так понимаю это объездная дорога уже вот отремонтированная уже отлично внутри пока идет ремонт будет возможность если еще раз захотим съездить силу лох за медовухой там пасеку посетили медовуху купили то он может быть все же еще и заедем так пожалуйста смотрите тротуар есть я думаю что это никогда и не было как их волынский таких тротуаров то есть идти вдоль дороги или по дороге как раньше люди ходили и уже не надо небольшой небольшой рабочий поселок районного центр 6000 как написано если видите теперь был праздник по мусульман везде гаи везде dps улице баум сразу напомнилась когда мы ехали я говорю улице баум чтобы в казани тот знает да когда это дороги тут такие сделать как положено и разметочка будет вообще шикардос да вот еще один момент как раз про который всегда говорю широкие улицы они про дорогу не про сама дороже пола а вот между домами сейчас на кирпичную заедем везде то есть проехали в центре в центре вот этот кооперативные почтовые там еще кусковато чуть-чуть ну как относительно атаку проехали по каким улицам проехали на другие не стал заворачиваться просто смотрел там грунтовая дорога а время то у нас и шло мы же ехали всего лох погулять и погуляли мы там отлично сверху воздуха надышались водички напились а весь центр площадь понимает торговый центр и тут все вот все магазины субботний день люди еще пока с утра просыпались не так было много народа это вышли мы на площадь иван когда я начал снимать фонтан отключился у кого там автоматически включается включается прям как специально до этого работал начал я снимать он взял и выключился так что он работает на фотографии будет видно у меня какая-то такая тенденция везде где бы я не ходил подхожу к фонтану на раз автоматически выключается вот такая у них площадь за асфальтированную все не я бы ничего да на въезде мечети здесь храм стоит православный все это есть дальше так понимаю там музей или что-то такое здание красивый ты был вот вот прямо между елочкой конечно конечно всегда говорю что вот такие вот наезды транзитом много не увидишь много потом не расскажешь но хоть какое-то впечатление должно остаться я выключил звук и там озвучивал но сами смотрите он сколько этих что-то в этот день но выбора сметок вас встретили не ласково фонтан выключился вороны каркали там такой шум от них стоял прям это прям что тут как в поле но сами все равно виктор михайловна согласилась прокатиться заварю лето проходит дома сидишь и ничего не увидишь но и пошли фото а шишек как в сказочном лесу вот фонтан работает а вот они полетели куда-то нерванули мы уехали и они улетели тут я нажал на навигатор решил проехать и нам навигатор сейчас показывает выезжайте на улицу кирпичная и потом чтобы выехать сторону сократил навигатор почему-то не сказал что там идут работы это ремонтные работы строительство дороги идет пришлось опять развернуться и проехать то есть вот эту дорогу смотрите раз показал два час третий раз участок их обратно с кирпичной четыре раза данный участок как во всех городах дорога есть дорога я не миновать это есть такие участки по которым будешь всегда ездить тут мне навигатор сказал поворачивайте налево но я счета в этот день я луна вегатора заклинило все налево 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 вот о чем говорил что улиц широкий и тротуар тоже есть но дорога видна сразу старенькая но ехать можно асфальт да не весь поселок проехали но все же еще раз повторяюсь хоть какой-то теперь кто не был ни разу имейте представление что такое нового раз и и я вместе с вами но кто живет кто жил смотрите вот что-то вам напомнит где какие улицы дома дома разные дома есть отстроенные отремонтированные хорошая есть старенький чем-то напомнил мне этот поселок холдинск тоже здесь дома разрушены за заросли заросли там но все что-то такое а глава находится до кого тут плюс-минус на равнине как саратов не так холдинск вверх унесал на равнине то есть ровный ровные дороги да в этом году дожди и теплов заросли не только в новобуровской везде так все растет ну видно видно где люди косят сами траву или кто-то там скашивает видно что люди убираются но как во всех малых населенных пунктов каждый хозяин полосого дома обязан прибираться вот так вот я загнался но сейчас сейчас мы выйдем и поедем что он на силовом но не тут-то было да извиняюсь где-то неправильно за мульти назвал вроде смотрел по картам выставлял и тут приехали с моим стоит техника а дальше от слова что проехать домой был смысл я не увидел людям мешать работать развернулись и теперь вам показывать другой ракурс извиняюсь что не все улицы показал у нас была цель другая чуть-чуть доехать до села лох сейчас мы выйдем где-то там будет вот завод это да заводская потом интузиаста где-то там перепад заводской интузиаст я по-своему поставил так что опять поргоните если не так написал вот я выехал еду и он имеет этот навигатор налево-налево я сейчас вот на правом начале крутить крутить и закрутить назад все-таки его настоял и проехали через баллон через центр да вот такие населенные пункты районный центр про деревню села молчу где молодежи и детям не покататься на велосипедах самокатах как у нас арасе вот мы ходим и вечер гулять и самокат и велосипеды тротуары освещение движуха да здесь тоже движух я вырос в районном центре и целыми днями катался купался в волне летом не жалусь детство прошло отлично и грибы и рыбалка все вы но чуть-чуть не хватает чуть-чуть не хватает какого-то комфортности для действительно молодежи у нас танцунки были дискотеки четверг суббота воскресенье и все а так каждый день мы еще ходили но мы наш район там ходили на приставе встречали теплоход другие районы где свободный маяк они ходили на просвещенство он на танцы то есть у тоже своя развлекутка была я про то что про районы центры про маленькие городишки некуда податься то у нас сараться сейчас набережную 6 метров я уже перед этим показываю как мы про вечернюю сараться мы прогуляемся снимать не стал и как не попаду погода чтобы было чтобы велосипеде прокатиться снять вам полностью набережную а здесь вот опять опять снова и снова по этой же дороге ну и площади с песнями и вот дорога на ремонт понятно слева справа куда машина съезжать парковочные места для почему-то напомнилась и листу там где в центре мы тоже прошлись там такие ямы такие места парковочные не оборудованы там проект невозможно я покажу посмотрел республиканская улица еще какая-то здесь пока так на правой улице балло узнает кто понял можно там подъехать припарковаться но получилось так ждем ждем ремонт когда здесь закончат и будет вообще классно твар уже есть остается только бордюру поставьте так понимаешь с правой стороны если будут ну хотя бы полотно заменят не думаю что такой будет длинный у меня сюжет про новые бурасы но как получилось не хотелось ничего вырезать немножко пыль пока и здесь ремонт дороги и подъедем перекрестка и образный вот так светофор в одну сторону имеете это ввиду кто поедет в сторону лох постоять придется но где-то мы постояли на минут пять может быть там больше люди стояли в сторону всего лох почему-то светофор оттуда ехали светофора нет но это же радует я вам скажу когда идет ремонт когда что-то идет это где-то что-то я посмотрел и решил остановиться или куда-то позвонить не помню вот вот с правой стороны получается это все новые бурасы и и о том что нет вот этого перепадов сильных подъемов спусков можно сказать на равнине они берут эти маленькие подъемчики это все мелочь по сравнению как взять хвалынский подъем на ровчатом коммунистической для рабочие такие все дороги вверх да и саратове тоже вверх вниз а здесь равнина вот подъехали стоят машины и мы дождались вот светофора и поехали чуть-чуть сейчас покажу выезд в сторону тела лох чтоб там меньше показывать вот должны были тут мы выехать я так понимаю когда мы объезжали но на выбор с той стороны не получилось но и ладно здесь еще идет продолжение ремонта но дальше вот пожалуйста закончилась и пошла дорога уже старенькая но ровная относительно и следующий сюжет как вы поняли будет про село лоха туда вверх или где прогулялись где такие видео и там мы потом пришли к машине магазина сели и проехали через село нужно выезд когда уже транзит на дорогу проходит специально проехал далее и обратно да это будет плохо сейчас пока вот выезжаем и будет ракурс другой покажу новые бурасы то есть показывают полностью это опять вернемся мы вернемся показывать вам буду сюжет видео в обратную сторону где на энтузиазм заводской с выездом из новых бурас куда мы заезжали то есть вот так я вам покажу а село лох уже будет следующий сюжет вот здесь поворачиваем где мы стояли показываю скольный режим что уж не занимать ваше время вот так вот машина выстраивается на 10 м за силу так что тоже имейте ввиду кто едет еще раз повторяюсь сторону лох тела или другую сторону куда-то кому надо здесь мы проехали я стал потом будем улица заводская и на выезд вот такие были новые бурасы для кого-то новые для кого-то старые смысле кто там жил для меня не новые ни разу не был еще один населенный пункт еще один районный центр мою копилочку получается может так потихонечку объеду все районные центры саратовской области хотелось бы где не было еще ни разу вот и до свидания на выбросы тем благодарю за просмотр берегите себя до новых встреч в новых сюжетах тем как обычно пока пока